Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Кто владеет информацией, тот владеет миром. В современном мире доступ к различного рода информации совершенно не проблема, вопрос в ее качестве и достоверности. Сегодня мы поговорим о метеостанции LaCrosse WS6826, которая может стать Вашим личным, независимым источником информации о погоде за окном, а также о микроклимате внутри Вашего жилища. Метеостанция от французского бренда LaCrosse поставляется в картонной коробке с красочной полиграфией. Сам прибор располагается под прозрачной пластиковой вставкой, что позволяет оценить внешний вид прибора, не вынимая его из коробки. С обратной стороны упаковки приведены основные технические характеристики. Комплект поставки станции включает базовый блок, адаптер питания от сети 220 вольт, беспроводной датчик температуры и влажности, а также руководство по настройке и эксплуатации на украинском языке. Корпуса базового блока и внешнего датчика выполнены из прочного пластика. На ощупь базовый блок достаточно массивен. Все детали корпуса хорошо подогнаны друг к другу. При приложении силы на изгиб или скручивание корпуса не возникает никаких скрипов, характерных для дешевых изделий из пластика. Базовый блок метеостанции имеет приятный дизайн. Корпус выполнен в белом цвете с окантовкой черного цвета. Конструкция корпуса предусматривает установку станции на горизонтальной поверхности. Возможность расположения на стене не предусмотрена. Датчик же может быть расположен как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Для того, чтобы запустить станцию, достаточно подать питание на саму станцию, а также на внешний термогигродатчик. В течение трех минут станция должна обнаружить датчик и вывести на экран его показания. Радиус действия датчика в прямой видимости составляет девяносто метров. Однако при первичном запуске станции его следует расположить в радиусе около трех метров. Питание базового блока осуществляется от трех батареек, для чего на тыльной стороне есть специальный отсек или от сетевого адаптера двести двадцать вольт, для подключения которого есть специальное гнездо. Кроме этого с тыльной стороны базового блока есть специальный разъем USB. Однако следует заметить, что он может применяться лишь как источник тока для подключения различных мобильных устройств для зарядки их аккумуляторов. Максимальный ток составляет один ампер. Передача каких-либо данных через этот разъем не осуществляется. Выносной датчик питается от двух батареек. Отсек для их установки находится под крышкой на передней панели датчика. Подадим питание и рассмотрим более подробно основной блок станции. Теперь когда подано питание и станция инициализировала внешний датчик, обратим наш взор на базовый блок прибора. Базовый блок оснащен цветным жидкокристаллическим дисплеем, разделенным на 5 зон. Зона, в которой показан прогноз погоды на ближайшие 12 часов. Верхняя зона в правой части экрана отображает температуру и влажность, измеренную внешним датчиком. Стрелка около соответствующего параметра показывает тенденцию его изменения. Кроме того, здесь же отображается значок уровня сигнала от внешнего датчика. В этой зоне расположен индикатор, сигнализирующий о необходимости замены батареек. Ниже отображается температура и влажность, измеренные внутренними датчиками базового блока. Иначе температура и влажность внутри помещения. А также тенденция изменений этих показателей. Еще ниже справа находится блок часов, календаря и будильника. Слева информация об установленных пределах температуры и влажности, при выходе за которые станция оповещает звуковым сигналом. В нижней части лицевой панели метеостанции расположились семь кнопок, при помощи которых осуществляется первичная настройка и управление прибором. Попробуем вкратце ознакомиться с функционалом этих элементов управления. Первая кнопка служит для отображения температуры ощущения . Если нажать на нее дважды, отобразится температура точки росы. При удержании этой же кнопки станция перейдет в режим поиска внешнего датчика. Далее идет кнопка, при помощи которой выполняется большинство настроек станции. Выбор языка, настройка часов и календаря, а также выбор единиц измерения температуры. Третья и пятая кнопки, стрелки вниз или вверх, служат для изменения различных значений, когда станция находится в режиме настроек. В обычном режиме кнопка со стрелкой вниз выведет на экран минимальное значение температуры за истекший период. Кнопка со стрелкой вверх покажет максимальную температуру. При помощи четвертой кнопки и кнопок со стрелками задаются пороговые значения температуры, а также активируются звуковые оповещения при выходе температуры за указанные пределы. Следующая кнопка служит для выбора одного из трех режимов подсветки дисплея. И последняя, крайне правая кнопка служит для установки времени будильника и активации или деактивации звукового сигнала, связанного с будильником. Подводя итог можно сказать, что станция оставила приятное впечатление. Стильный дизайн, отличное механическое исполнение корпуса и продуманное размещение информации на дисплей. На наш взгляд, данная модель заслуживает высокой оценки и уверенно может быть рекомендована к приобретению как для себя, так и в качестве подарка друзьям, родственникам и знакомым. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова